Сегодня все большее число государственных и муниципальных услуг оказывается населению через сеть специализированных многофункциональных центров. Одна из первоочередных задач – внедрение и отработка в Подмосковье единого стандарта в организации деятельности МФЦ. Участники заседания отмечали необходимость улучшать технологию работы центров, увеличивать ее доступность и прозрачность для населения. Человек, причем неважно кто он, просто гражданин, который решает свою насущную проблему, или это предприниматель, у которого есть проблемы к своему бизнесу, должен прийти к государственной власти, к благо местного самоуправления два раза. Первый раз для того, чтобы заявить о своей проблеме, и второй раз для того, чтобы получить ответ. Основные сохраняющиеся проблемы – соблюдение сроков оказания услуг, перекладывание на людей обязанностей по сбору документов, отсутствие электронного взаимодействия между муниципалитетами и государственными структурами. А ведь именно для устранения этих проблем и создавались многофункциональные центры. Использование в цепочке МФЦ позволит нам, как мы считаем, автоматизировать все, и что самое главное – увидеть в электронной системе, когда документ зашел, где он находится в данный момент времени, где застрял, и поэтому мы сможем реагировать. Ряд очень востребованных у населения услуг уже оказывается через МФЦ. На очереди отработка вопросов, связанных с земельно-имущественными отношениями. Для этого подготовлены типовые регламенты. Сейчас они проходят согласование с муниципалитетами в семи пилотных районах, среди которых и наш – Одинцовский. Новые услуги начнут оказывать с 1 июля. Наш проект по оптимизации услуг на базе МФЦ выходит на проектную мощность. У нас в настоящий момент действует 67 МФЦ от конца года в соответствии с поручением губернатора больше 90. И назрела необходимость, ну, динамику услуг вы тоже можете посмотреть, количество обращений растет стремительно в МФЦ, люди узнали об этом институте. Более того, с учетом того, что у нас есть поручение губернатора практически все услуги, если это не запрещено законом, переводить на базу МФЦ. Перед областью стоят непростые, но решаемые задачи. Довести уровень доступности услуг МФЦ для населения до 90%, качественно улучшить работу с маломобильными группами людей, повысить информированность получателей услуг о возможностях МФЦ. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.